Всем привет! Сейчас идёт эпоха 6-8 ядерных процессоров, а камешки где ядер меньше 4 уже из-за процессора никто и не считает. А вы помните с чего всё начиналось? С райзена. Вот он, первый райзен. Наконец-то пришёл с доставкой. Это райзен 1600х. Это отборная, разгонная версия некогда народного райзена 1600. И поскольку он разгонный, то он будет в разгоне. Вот под этой башенкой на 2 тепловые трубки. Шучу! Вот под такой вот башенкой на 4 тепловые трубки. Этот кулер отводит тепло гораздо лучше, но из-за своих размеров он не в каждый корпус влезет. Вы можете сами сравнить, насколько этот кулер больше. Также помимо райзена 1600х в тесте будет участвовать райзен 1500х и райзен 1300х. Хотя на самом деле, процессор в тесте будет всего один. Как же этого добиться? Можно с помощью материнской платы отключить некоторые ядра и потоки. И таким образом, сэмулировать 3 процессора из одного. Но есть нюанс. Дело в том, что у процессоров райзен 1200, 1300 и 1400 кэши в 2 раза меньше, чем у старших версий. Поэтому сэмулированный райзен 1300х будет чуть-чуть лучше, чем настоящий. Будем иметь это в виду. А разгоняться процессор будет на материнке от Gigabyte A320. Шучу, я же не настолько крэйзи. Вот же, Gigabyte B450. Вы можете заметить, что эти материнки очень похожи внешне. Но у B450 присутствует радиатор на цепях питания. Да и фаз питания немножечко побольше. Оперативка у меня есть вот такая для P8 Hynix одноранговая. Но есть проблема. В некоторых играх уже не хватает 16 гигабайт. Поэтому я сюда поставлю вот такую вот оперативку не так. Здесь уже две планки по 16 гигабайт. Но есть другая проблема. Это двуранг. А первые райзены не умеют гнать двуранг. Они даже не заводятся на своем XMP3200. Поэтому пришлось их вручную разогнать до 3000 с таймингами 18, 18, 18, 38. Не каждая китайская оперативка так умеет. Система и несколько игр были установлены на SSD-опастер на полтерабайта. А остальные игры были на жестком диске на 2 терабайта. Раскрывать процессоры будем видеокартой RTX 2060 от Inno 3D. Настройки в играх будут такие, чтобы не упираться в видеокарту. А в некоторых играх придется задействовать апскейлинг. Переходим к тестам. Поехали! И начнем тесты с игры Battlefield V. Это та самая игра, которую в моем старом ролике не тащил Ryzen 1600. Но с тех пор эту игру пропатчили. И теперь она на этом процессоре летает. Впрочем, как и на любом другом Ryzen, хотя 4-х поточный вариант немножечко подтормаживает. Здесь у нас низкие настройки и DirectX 11. Если включить 12, то средний FPS возрастает, а вот просадки наоборот усиливаются. Shadow of the Tomb Raider или Тень Лариски точно так же идет на всех процессорах. И точно так же 4-х поточный вариант проседает сильнее. В джунглях перед загружкой рынка 4-х поточный Ryzen фризит. А в начале сцены рынка он очень туго прогружает горы. Обратите внимание, что 4-х поточный Ryzen показывает в среднем почти 60 кадров. Но по очень редким кадрам он проседает ниже 30. При этом 12-ти поточный процессор единственный из всех удерживает 60 по очень редким кадрам. А вот DirectX 11 в Лариске заметно хуже, чем 12-й. Хотя проблемы с прогрузкой гор пропали, но появились проблемы с производительностью. Наш отборный 12-ти поточный процессор, судя по кадрам, притворяется 4-х поточным и даже фризит немного. Игре Far Cry 5 положительно пофиг на то, сколько потоков у вашего процессора. Главное, чтобы их было 4 или больше. Даже Athlon 200GF Far Cry 5 выдает твердую 30-ку. В данном же случае при одинаковой частоте ядер имеем одинаковую частоту кадров на всех процессорах. А вот в Far Cry 6 разница между процессорами уже заметна. Особенно по графику 0.1% медленных кадров. Если бы я не вывел эту статистику, вам могло бы показаться, что процессоры идут примерно одинаково. В Dying Light 2 тупой бичмарк из кусочков, прогрузка которых мешает вести замеры. А вот при выходе в город, игра летает на всех трёх конфигах, но на четырёх потоках фреймтайм заметно более рваный. В этой разговорной сцене можно заметить, насколько ниже частота кадров на урезанных процессорах. Следующая игра Control. Это игра 2018 года, тогда уже вовсю раскрывали 8-ми поточные FX-ы, но о этой игре пофиг сколько у вас в компьютере потоков. 4, 8 или 12. На всех трёх конфигах игра идёт одинаково. И также одинаково проседает в боевых сценах. Метро Исходус Гамма Лучи Эдишн. Эта игра тоже одна хренственно, какой у вас процессор. Четыре в нём ядра или шесть с гиперпотоками или без них. Впрочем, внимательные зрители заметят, что на четырёх поточном процессоре меньше минимальная частота кадров, а также меньше уровень 0,1% низких. А это самое тормознутое место на всём уровне, и здесь мы имеем 60 кадров в секунду, по одному проценту низких на всех процессорах. Киберпанк 2077 затестим сперва в бенчмарке. Настройки высокие, DLSS ультра-производительность, чтобы не упираться в видеокарту. И кажется, все процессоры отлично справляются с этим бенчмарком, однако четырёх поточный вариант сильно проседает на прогрузках. Поездка по городу сильнее нагружает процессор, поэтому DLSS качество. И в данном тесте только 12-поточный Ryzen 1600X может удержать редкие события в районе 60 кадров в секунду. Что касается четырёх поточного процессора, то его редкие события проседают до неприличия аж в район 30 кадров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин В Watch Dogs Legion процессоры снова заняли места по количеству у них потоков. Причём только Ryzen 1600X может удержать 60 по 1% редких кадров. Включение DLSS не требуется, потому что упора в видеокарту нигде нет. А теперь последний ремейк игр и последние из нас. На низких настройках DLSS производительность, но даже так младший процессор пасует. Хотя как мы увидим дальше, пасуют все. Статистика младшего камня напоминает мне прогноз погоды. На экране 30, а ощущается как 15. Конечно, ведь ремейк-то новый, а процессор старый. Хотя если уж выбирать из этих трёх зол, то лучше уж выбрать больший. А теперь переходим к играм, которые не тестирует почти никто. Потому что они способны унизить и оскорбить любой процессор. Это игры жанра выживания. И начнём с игры ARK Survival Evolved. Это единственная игра на тесте, которая записана в разрешении 1600 на 900. Как это обычно бывает в выживастиках. Вот вы бежите, бац, фриз. Бац, ещё фриз. А потом ещё как, бац, и перед вами материализуется чей-то дворец. С остеклением и динозаврами. А ещё, кстати, эта игра единственная записанная в режиме онлайн. Поэтому, каким-то чудом великого рандома, четырёхпоточный процессор уделывает всех. В игре Conan Exiles имеем подобную ситуацию. Вот мы бежим по ровному месту. И вот мы ловим фриз на ровном месте. А ещё здесь точно так же материализуются дворцы. И чем ближе к этим дворцам, тем больше тормозов. А ещё здесь можно почувствовать себя жителем царского дворца. Но особо тут не побегаешь из-за частых фризов. А здесь мы видим одну вещь. Conan, в смысле игра, за равенство. Потому что ему положительно положить на то, сколько у вас в процессоре потоков. Главное, чтобы их было не меньше четырёх. Потому что четырёхпоточный прос уже загружен под завязку. И ещё одна игра на тесте, это SnowRunner. Симулятор езды по бездорожью, который кладёт большой болт на то, сколько в вашем процессоре ядер и потоков. Почему эта игра вообще попала в этот тест? А потому что при таких низких системных требованиях от игры ждёшь FPS до небес. А получаешь FPS как в Киберпанке. Ну что ж, процессор Ryzen 1600 отлично тащит современные, современные ему, игры. Да, ведь кажется, что ещё вчера эти игры были новыми, как быстро летит время. Да и сам процессор уже старенький, ему уже 6 лет он вышел в 2017 году. Кстати, именно 6 лет назад все раскрывали фикусы и четырёхъядерные зиончики, которым было тогда как раз тоже 4-6 лет. Так что Ryzen 1600 тащит, он тащит именно так, как и должен тащить 6-летний процессор. Что же касается 4-ядерных конфигураций, то они прекрасно тащат игры, вышедшие тогда, когда народные процессоры были тоже 4-ядерными. А современные игры уже распробовали всю прелесть 6-ядер 12 потоков и довольствоваться 4-ядерными огрызками не хотят. А в следующем тесте будет уже процессор на архитектуре Zen 2. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Всем спасибо за просмотр, желаю вам хорошего, пока! Субтитры подогнал «Симон»!